Победителем или призером получаете преференции по Олимпиаде при поступлении, соответственно, при подаче документов вас тоже попросят сразу определиться, пользуетесь ли вы этой льготой. Допустим, вы писали Олимпиаду по экономике, стали призером и дальше хотите попробовать поступать на ФКН, от Олимпиады тогда придется отказаться, ну и вайс-версе. Это первый момент, который нужно знать. Второй момент относительно самого регламента проведения Олимпиады. Она отличается от экзаменов, она проводится общей по нескольким программам. Это программа науки о данных, которая ведется здесь на факультете. Это совместная с научными подразделениями Олимпи программа «Анализ данных в биологии и медицине» и программа в МЕМе «Математические методы моделирования и компьютерные технологии». Значит, программа «Статистическая теория обучения» — это бывшие мат-методы стокастики и оптимизации. В этом году в Олимпиаде не участвует, поскольку она идет совместно по программе со Скалтехом, у них есть некоторая там своя процедура проведения экзаменов, включающая собеседование. «Поэтому те, кто собираются поступать, допустим, только на эту программу, они могут в Олимпиаде в принципе не участвовать, либо участвовать в качестве запасного варианта». Значит, победителям по Олимпиаде в соответствии с положением могут быть призваны люди, набравшие 50 баллов из 100. То есть для того, чтобы гарантировать, что вы там можете попасть в число победителей, нужно набирать не меньше половины баллов. Значит, призер… «50 баллов гарантирован?» Нет, не гарантированно, естественно. Это необходимое, но недостаточно. Достаточно — это 100 баллов набрать, и гарантированно у вас возьмут. Значит, что подразумевается под пониманием там дипломан второй и третьей степени или диплом первой степени, которых называют победителями? Значит, диплом первой степени обычно подразумевается зачисление на все программы без экзаменов, вот все указанные только что программы. Если говорится о дипломах второй и третьей степени, для этих людей фиксируется на какие программы они могут поступать без вступительных экзаменов. В прошлом году на науке о данных брали только победителей Олимпиады. Соответственно, вторые и третьи места распределялись по остальным программам. То есть это тоже нужно учитывать, когда вы оцениваете свои шансы при поступлении. То есть чем отличается Олимпиада от экзамена? Соответственно, на экзамене у вас обычно пишется один и тот же вариант, но проходные баллы разные, потому что в зависимости, опять-таки, от количества бюджетных мест, где-то остается 5 мест, может, не знаю, 10 мест остаться, где-то достаточно много, и, соответственно, проходные пороги, они тоже разные. Значит, в прошлом году проходной балл на программу по стахастике и по АДБМ был достаточно низким, порядка 25-28 баллов, связан с тем, что большое количество студентов написало на несколько, то есть меньше 21 балла вступить на экзамен, ну и, соответственно, они просто не могли претендовать на получение какого-то существенного результата. Вообще по Олимпиаде, как бы, вы должны тоже, как бы, в принципе, ориентироваться, что все, что меньше 30 баллов, оно, ну, скорее всего, даже при худшем раскладе, если все так напишут, оно не будет засчитано там за победительство. Значит, из чего состоит сама Олимпиада? У вас есть две части, значит, в принципе, ничего нового по сравнению с прошлым годом у нас не изменилось, это общая часть. Значит, здесь 6 задач. Значит, подразумевается, что из общей части вы решаете, ну, как бы, это задачи, которые должны уметь решать выпускники или, там, абитуриенты любой из программ, и они проверяют базовые знания вот по тем разделам, которые мы дальше будем обсуждать. Дальше есть специальная часть. В специальной части вы решаете 8 задач. Значит, подразумевается, что из этих 8 задач в зачет пойдут лучшие 4. Проверяются все задачи, которые вы решаете. То есть, даже если вы решили, например, все 8, мы проверим все 8 и выберем 4 с максимальными баллами. Если вы решили только 3 задачи, ничего страшного, значит, за счет пойдут лучшие 3 задачи. Что не нужно путать, что нельзя сконцентрироваться только на специальной части, то есть, нельзя нарешать 8 задач и надеяться на то, что у вас будет 80 баллов. Понятно почему? Потому что здесь максимум 40 баллов, здесь 60 баллов. Соответственно, задачи из специальной части подразумевают, что вы можете подготовиться, там, лучше в мотоанализе, может быть, кто-то лучше в дискретной математике, а кто-то лучше в статистике или дифференциальных уравнениях, и решить те задачи, которые он лучше всего умеет решать. Здесь вы не ограничены ни программой, ни, там, выбором направления, только своими знаниями. В общей части, как бы, вы должны, ну, решать какие-то задачи. Значит, в прошлом году минимальный отсекающий балл был по призерам в районе 45 баллов, то есть, решение, в принципе, там, 4 с половиной задач. Как будет в этом году, ну, опять-таки, зависит от вас. Значит, это то, что касается формальной части. Что разрешено, не разрешено на Олимпиаде? С собой вы можете принести только ручку, никакие там листки бумаги вам не нужны, ластики, карандаши не нужны, можно приносить там бутылку прозрачной воды без всяких этикеток. Значит, насколько я помню, каждый год обновляется правило по поводу калькуляторов. Мы, в принципе, говорим, что эти калькуляторы не обязательны. В любом случае, если разрешены, то только обычные бухгалтерские калькуляторы, то есть, калькуляторы, в которых есть только плюс-минус, умножить, разделить, если вам нужно проводить операции такого вида, то вы можете взять калькулятор. Инженерный запрещен. Значит, сам экзамен длится 240 минут. Экзамен письменный. В течение первых двух часов выход из аудитории запрещен. И в течение последних полчаса тоже выход ограничен. Значит, если вам нужны какие-то лекарства, то же с собой, вы их должны как бы заранее взять и предупредить об этом организатору. Значит, вы заранее заполняете анкету, там, согласие на обработку персональных данных, приходите вот со всем, что написано на сайте организаторов вместе с паспортом или удостоверением личности, которое проверяется у вас на входе в аудиторию. Дальше по поводу формата и оформления заданий. Каждое задание оформляется либо на чистовике, либо на черновике. Мы проверяем и то, и другое. То есть, даже если вы оформили задачу на черновике, не нужно тратить время на то, чтобы ее переписать. Нужно лишь сделать так, что жюри может ее просчитать хоть в каком-то виде. То есть, если там все перезачеркнуто, конечно, это лучше записать, но если вы просто где-то в паре мест сделали ошибку или помарку, вот, вы совершенно спокойно можете выделить это решение. Самое главное, каждой задачей вы прописываете отдельный номер и соответствующее обозначение «смотри черновик». Значит, бывают такие случаи, когда вы два раза пишете решение в чистовике, в черновике они разные. Значит, в этом случае выставляется минимум из двух решений. Это понятно? Значит, это касается всех программ вообще. На направлении ПМИ черновик проверяется всегда. То есть, за пять минут до конца всем говорится, пожалуйста, зачеркните все, что вы считаете неверным. Это первый момент. Второй момент, что решение в черновике на направлении ПМИ проверяется только при наличии ссылки в чистовике на том, что вот решение задач 7, 8, 10, смотри, черновик, страницы 15, 19, 20. Ну, конечно, таких количеств страниц, наверное, не бывает, но тем не менее. То есть, как бы, две вещи, чтобы вашу задачу проверили, у вас в чистовике должен быть ответ и ссылка на эту задачу. Чтобы вам не снизили оценку за неправильное решение, вы должны зачеркнуть все, что вы считаете неправильным или все, что лишнее для проверки. Зачеркивается там крестиками, вот как слева-справа на доске написано, где нельзя писать мне. Вот. Это как бы общее правило. Если у вас есть вопросы, вы можете их сейчас задать. Есть ли вопросы по формату проведения Олимпиады? Не стесняйтесь, спрашивайте, потом возможность уже будет только после. А у нас выложено на сайте программ вступительных испытаний. Там есть некоторый набор тем, которые туда включаются. Ну, знаете, это вот как в школе теорема минилай, она не содержится в школьной программе, поэтому ее каждый раз просили в развернутой части ЕГЭ доказывать. Так и здесь, собственно. Если вы посмотрите на материал для подготовки, там есть отдельный раздел, соответствующий в программе вступительных испытаний. Там есть список литературы и набор тем. Это вот те темы, которые мы сегодня будем обсуждать. Матан, Ленал, Тервер, Матстат, Дифуры, дискретная математика. Все, что туда не включается, требует некоторых дополнительных изысканий. В частности, в прошлом году была задача про планарный граф, там требовалось доказать некоторые утверждения. Наличие того, что у нас есть в программе слово «граф», не означает, что вы можете бездоказательно пользоваться этим утверждением. Любые формулы, теоремы, они должны быть сформулированы, и жюри смотрят, действительно ли вы понимаете, о чем вы говорите или нет. Другой пример был – это сходимость гармонического ряда. Мы считаем, что расходимость гармонического ряда всем общеизвестна, но это только в том случае, если вы на это ссылаете, говоря слово «гармонический ряд». Если вы говорите, что этот ряд расходится без каких-либо объяснений, соответственно, вы получаете минус n-тое количество баллов за неточные условия. И еще вопрос тогда по этому пункту. Указано, что нужно полностью формулировать теорему. То есть недостаточно ссылки для теоремы, то есть теорема Каши. А вы знаете, сколько теорем Каши в мотоанализе? Ну, собственно, вот от этого и вопрос. Я вас уверяю, что в большинстве заданий не требуется настолько большие формулировки теоремы или какие-то специальные знания. В большинстве случаев требуется достаточно коротко сказать, что вот у нас там, допустим, функция непрерывная, в двух точках принимает одинаковое значение, тогда, например, по теореме роли у нее есть максимум или минимум. Нет, не обязательно. То есть подразумеваю, что вы должны просто описать коротко эту теорему условия, оно должно быть точным. Это единственное, что от вас требуется. Еще вопросы? Хорошо. Если вопросов нет, вы их можете в любом случае потом задать. Я сейчас пройдусь по темам подготовки, тем самым, которые нам нужно обсудить. И, соответственно, дальше мы с вами разберем по запросу какие-то из заданий. У нас времени, собственно, достаточно ограничено. Следующая пара. Значит, начинаем, как всегда, с самого простого. Это линейная алгебра. Значит, в нее у нас входит все, что связано с векторными операциями. Дальше матрицы. Ну и, наверное, знание линейной алгебры. Это, прежде всего, знание того, что мы можем делать с матрицами. Это вычисление определителей. Это решение системы линейных уравнений, то есть метод Гаусса. И, в принципе, этого достаточно. Значит, что мы от вас требуем? Ну, чтобы вы произвольную совместную систему линейных уравнений могли решить, в принципе, любым методом. Метод подстановки тоже подойдет, если вы ничего другого не знаете. Вот. Наконец, у нас есть собственные значения собственные вектора. Значит, здесь вы должны знать, как их вычислять. И дальше идет специфичная часть, связанная уже с операторами. Значит, если у нас есть какой-то оператор, то у него в фиксированном базисе есть матричное представление. Вот, соответственно, оператор может быть диагонализируем при некоторых условиях. Кто-нибудь помнит? При каких? Ну, например, самый сопряженный. А еще какие? Ну да, просто, например, у него должно быть там ровно сколько-то различных собственных значений, либо есть еще теорема о совпадении геометрических и алгебраических кратностей, которая говорит, что в этом случае мы можем диагонализировать оператор. Соответственно, базис новый для диагональной формы у нас составляется из собственных векторов. Ну и то, что с этим связано, это вычисление функции от матрицы. То есть, кто знает, что такое произвольная функция от матрицы? Как она задается? Да, то есть, если у нас f от x аналитично, тогда она представима в виде суммы некоторого ряда бесконечного a nt x степени n. Ну и, соответственно, f от a подразумевается как подстановка вместо x. И вычисление суммы ряда, когда у нас каждый раз есть там квадратная матрица, она возводится в nt степени, опять получается та же квадратная матрица, и вы поэлементно вычисляете предел искомой матрицы. Значит, все такие задачи, естественно, решаются через некоторое представление a в виде жордановой формы, ну или, как минимум, в виде диагонализированной матрицы, если это возможно. После чего все вычисления достаточно просты, потому что возводить диагональную матрицу в любую степень очень легко. А что вы знаете, если у вас есть a, которая представляется в виде c в минус первой диагональная c, то a квадрат как вычисляется? Да, совершенно верно. Дело в том, что у вас c в минус первой и c, соответствующие матрицы перехода между базисами, они у вас при перемножении сокращаются друг с другом, и у вас остается просто d квадрат. Соответственно, ну вот такие ряды вычислять достаточно просто, пользуясь вот этим свойством. То есть это общая идея, и где это используется, ну, как минимум, в решении системы дифференциальных уравнений. Вы помните, что если у вас есть какой-нибудь там дефур, там вектор xy с точками равен a умножить на вектор x на y, тогда у него есть решение, представимое в каком виде, кто помнит. Ну вот, e в степени at умножить на вектор начальных данных. Соответственно, вот как вычислить e в степени at, ну, собственно, также вы можете разложить в ряд, воспользовавшись свойствами, например, диагональности матрицы. Это то, что нам нужно из линейной алгебры, но еще, естественно, остается, так, это вот был третий раздел, четвертый раздел – это квадратичные формы, определение положительных отрицательных квадратичных форм, где они используются, но прежде всего, где у вас есть функция от многих переменных, и вы хотите спросить про какую-то точку, является ли она максимум или минимум. Соответственно, если это точка экстрема, то локально она представляется в виде квадратичной формы, которая должна быть положительной или отрицательно определена в зависимости от направления максимума или минимума. Поэтому вот эта теория, которая относится больше к линейной алгебре, она же используется и в матанализе. Вопросы есть по линейной алгебре? Ну, если вопросов нет, тогда переходим к следующему разделу. Следующий раздел – это у нас математический анализ. Ну, и я, наверное, к нему же припишу дифференциальное уравнение. Значит, вот несмотря на то, что линейная алгебра формально, может, там в программу подробно не входит, но подразумевается, что собственные вектора собственных значений, диагонализация операторов – это вот тот минимум, так же, как и системы линейных уравнений, которые каждый выпускник бакалавриата, вуза и специалитета должен знать. Что касается матанат. Ну, первое, что вы должны знать, это производные интегралы, стандартные функции, методы взятия сложных, производных сложных функций, вычисления интегралов. В частности, вычисление интегралов у вас разбивается там на дифференцирование по частям, это partial integration, это замены. Ну, еще есть такая тема, несколько специфическая, это интегрирование и дифференцирование по параметру. Вот, здесь она связана с равномерной исходимостью, обычно такие темы, они затрагиваются там в минимальной степени, но такие задачи там ежегодно предлагаются, в том числе и организаторами, поэтому вы должны знать, как считать интегралы, зависящие от параметра. Какие методы знаете? Да, то есть нужно что-нибудь проинтегрировать, попробовать некоторую зависимость найти, а после этого еще обосновать сходимость, используя некоторые теоремы из матанализа. Вот, значит, второе, что нужно знать, в принципе, это различные пределы, в том числе там пределы слева-справа и… А, интересно. А куда повторять? Просто вслух. А, вслух повторять. Значит, помимо этого у нас есть еще вот такая штука, как интеграл главного значения и пределы слева-справа. Это для случая, когда у нас в общем там функция может быть не интегрируема или там не дифференцируема, но слева и справа она приближаема. Вот, и такие задачи, они там в прошлом году там были задачи, по-моему, у стокастиков, похожие на вступительных экзаменов. Значит, подразумевается, что вы должны знать, в том числе определения для различного рода там пределов слева и справа, какие есть точки разрыва первого-второго рода, как они используются. Дальше идет целый блок классических теорем, а непрерывных функций, их непрерывно дифференцируемых. В большинстве случаев теория проверяется у нас практикой, поэтому вы должны уметь считать производные, считать интеграловые. Какой рецепт, где посмотреть, ну, задачник Демидовича остается, по-моему, для всех незыблемым идеалом, поэтому выбирайте задачи, которые соответствуют описанным темам. Значит, это то, что касается математического анализа. Дальше у нас идет дифференциальное уравнение. А стоит ожидать многомерных пересылок и многомерных интегралов? Ну, ожидать всегда стоит, но до этого их в вариантах не было. Если говорить там о многомерных интегралах, то всегда метод решения – это сведение к повторному интегралу. Повторный интеграл – это, по сути, два раза взять… По области и по контуру нет? Значит, интегрирование по контуру и всякие теоремы типа на въезд окса у нас в программе не рассматриваются. Это все-таки профиль больше мемщиков. Вот, поэтому они это спрашивают на вступительных экзаменах, если там захотят, да, какую-то там задачу найти. Знаете, что у нас еще осталось? Это неявные функции из таких… Значит, неявные функции. Ну, нужно знать, как посчитать производную неявные функции, как можно ее там интегрировать, что вообще с ней можно делать. То есть, ну, стандартный пример там неявных функций – это наша окружность заданная параметрически. Вот, когда у нас y не представляется в виде функции от x, вот, соответственно, ваша задача, ну, уметь проводить стандартные операции и знать некоторые теоремы о том, что, например, там, производная неявная функция, она… Именно f от y к x, она как-то связана с частными производными неявного функционала, она связана с производной y от x, локально выраженной в явном виде. Теперь, помимо этого, я тут говорил о производной теоремах, естественно, у нас есть еще оптимизация, под которой подразумевается нахождение максимумов, минимумов, источек экстремума и условный экстремум. Какой-нибудь пример условного экстремума кто-нибудь помнит? Ну, очень простая задача. Вот у нас есть та же окружность. Найдите максимум x плюс y. Как решать такую задачу? Лагранжа, да, попроще. Ну, в общем случае, конечно, Лагранж – это правильный ответ. Ну, можно вспомнить, что геометрически это у нас окружность, да? Да нет, не надо Верштраз, надо только вспомнить, что же это такое. Вот эта окружность – это прямая с коэффициентом наклона 135 градусов, да? И у нас максимум достигается, когда есть максимальное удаление. Этот x плюс y функционал, он пропорционально расстоянию от точки 0,0. Поэтому максимум у нас будет достигаться в точках, когда прямая касается. Поэтому все, что нужно, это найти точку касания. И вот, соответственно, сам максимум очень просто считается из двух. Дальше прошли условный максимум, переходим к вопросу, а что мы можем делать с производными, с интегралами. Прежде всего, это решение дифференциальных уравнений. И здесь я достаточно подробно еще в прошлогодней консультации рассказывал. Значит, у нас есть стандартное уравнение y' равняется f от x, y. Это уравнение каши, допустим, с начальным условием. Когда оно имеет решение? Ну, во-первых, самый простой случай, y' равно f от x. Как такое уравнение решить? Просто проинтегрировать, да? Замечательно. Дальше у нас идет более сложно, это y' равняется f от x на y плюс g от x. Здесь что-то делать? Называется, значит, метод вариации постоянной. Мы сначала решаем однородное, там появляется константа. После этого константа мы делаем зависящее от переменной и находим решение. Нужно кому-то рассказать общую формулу? Если все знают. Заменной тоже можно? Да, конечно, можно и заменной. То есть в каких-то случаях, когда у вас, например, y в какой-то степени, есть замена Bernoulli, которые позволяют решать уравнение. Ну и, наконец, в общем случае, если у вас задано какое-то производное уравнение, оно может достаточно сложно выглядеть, у вас есть еще метод множителя для того, чтобы уравнение стало уравнением в полных дифференциалах, чтобы вот это уравнение представить в виде d от какой-то функции равняется нулю. Тогда ответом будет f от x, y равняется константе. Соответственно, ничего больше из теории общих линейных уравнений первого порядка нам не нужно. А для n-того порядка у нас есть достаточно известная теорема о том, что если у нас есть уравнение n-того порядка с постоянными коэффициентами, а n-1, y, n-1 производная, плюс и так далее, плюс первое y' плюс а ноликовое y равняется все это f от x. Вот такое уравнение, оно разрешимо в однородном и неоднородном случае. Есть явная формула, когда f от x является квазимногочленным. Значит, алгоритм какой? Сначала вы решаете однородное уравнение, выписываете характеристический многочлен. Решение какое у вас получается? Общего однородного. Да, общего однородного. Сумма экспонентов, но если у вас есть кратность какого-то корня, то у вас экспонент умножается на многочлен. То есть, если все корни различные, то у вас экспоненты умножаются на константы. А если есть, например, корень кратности 2, то он умножается на функцию, которая есть а x плюс b, линейную. А дальше, если у вас f от x есть какой-то там е в степени лямбда x умножить на p nt от x, вот, дальше встает вопрос, является ли лямбда корнем характеристического многочлена. Значит, если хиат лямбда, давайте я все-таки выпишу, хиат x – это характеристический многочлен, он получается заменный каждой производной просто на x степени n плюс an-1 на x степени n-1 плюс и так далее, плюс a1x плюс an-0. Вот, соответственно, вопрос, а хиат лямбда равняется нулю или не равняется нулю? Ну вот, если не равняется нулю, у нас отсутствует резонанс, тогда мы, соответственно, общее решение ищем в виде е степени лямбда x, qn t от x, где qn t от x имеет ту же степень, что и многочлен p, а коэффициенты подбираются подстановкой в исходное уравнение. А вот если у нас хиат лямбда равняется нулю, тогда общее решение имеет вид x степени m, где m – это кратность лямбда в характеристическом многочлене, е степени лямбда x, и опять вот это qn t от x. Многочлен т.е. степени. Какие подводные камни? Ну, мы вспоминаем, что корни многочлена могут быть комплексными числами, а решения и сами уравнения записаны в действительных числах, поэтому каждому комплексному корню соответствует его сопряженное многочленение. А как следствие, у нас есть действительные базисные вектора, это экспонент умножить на косинус аргумента комплексного числа и экспонент умножить на синус аргумента комплексного числа, т.е. у вас помимо е в степени лямбда x, может быть, там е в степени действительно часть умножить на косинус аргумента. Ну и то же самое с минимуми. Вот, поэтому эта теория есть в задачнике Филиппова, в принципе, В принципе, есть такой зеленый задачник. Есть такие люди, кто его знает? По-моему, как называется общая теория дифференциальных уравнений или просто дифференциальные уравнения. Ну, достаточно тоненький, и на нем можно потренироваться в решении достаточно простых дифференциальных уравнений. Давайте посмотрим, что еще нужно по дифференциальным. Ну, в принципе, в программу у вас больше ничего не входит. Подразумевается, что вообще говоря, в теории вы знаете еще устойчивость Липунова, и это есть в программе. Но реально задачи мы на эту тему не даем, поскольку на практике они слишком сложные. Ну и, соответственно, уравнение второго порядка в общем виде, там формула метод Леувилля-Староградского тоже не используется. Поэтому все, что нужно знать, как решать линейные дифферы. Однородные, неоднородные, сквозь многочленов в правой части. Ну и вот эта часть, в принципе, относится к непрерывной математике. Значит, все, что вот здесь описано, оно входит в программу обычно первых и вторых курсов технических вузов. И, в принципе, подразумевает, что это вот основа, на которую вас там гоняли, когда вы были еще младшекурсниками, что вы это должны помнить, знать, уметь применять. Вопрос. Система дифференциальных уравнений. Да, могут быть. И, опять-таки, если это линейная система, то она сводится заменами к уравнениям, линейным уравнениям с постоянными коэффициентами, опять-таки, которые вы должны каждый уметь решать. Ну и в общем случае решение систем подразумевает, что вы просто можете найти решение. То есть не надо исследовать какие-то критические точки, фокусы и все прочее. Только основа. Да, ряды входят так же, как интегралы. И, в принципе, подразумевается, что суммирование рядов достаточно сложная наука. Поэтому, если попадается какая-то задача на ряды, то в большинстве случаев либо ряд там в явном виде считается, либо используется интегральный признак, когда спрашивается, там ряд сходится-расходится. Ну, что он сходится-расходится тогда же, когда сходится или расходится интеграл от единицы до плюс бесконечность. Окей. Значит, еще вопрос по дифферампункт. Оно есть? Какие выпуклые функции? Ну, нужно знать определение выпуклых функций. Эта тема свойственная стахастикам. Поскольку они, так сказать, в Олимпиаде не участвуют, то незадача на доказательство в общем случае какой-нибудь функции там от многих перемен, что она является выпуклой, в Олимпиаде не будет. Поэтому, как бы, эта тема, она полезна и важна, но конкретно при подготовке к Олимпиаде на нее можно в меньшей степени обращать внимание. То есть, единственное, что нужно знать, это критерии минимума-максимума для функции одной перемены и для функций многих переменных, и уметь применять их на практике. Значит, дальше ваша любимая, особенно это касается наших бакалавров, теория вероятности и математическая статистика, особенно популярная среди дипломников, да. Значит, что входит в блок теории вероятности? Подразумевается, что вы знаете, что такое функция плотности, функция распределения. Вы знаете функции плотности всех, говоря стандартных, я не имею в виду нормальных, включая нормальные распределения. То есть, это гауссовая, это пуассоновая, это биномиальная, обернули, экспоненциальная, геометрическая, наверное, тоже можно знать, или гипергеометрическая. Ну и, в принципе, что вы должны уметь с ними делать? Считать мат-ожидание, считать дисперсию, считать функцию распределения, если ее можно посчитать в явном виде. Например, нормального распределения нельзя посчитать функцию распределения как элементарную функцию. Дальше, уметь строить оценки. Каким образом вы можете строить вообще какие-то оценки параметров? Кто помнит? Значит, 1 — это правдоподобие. А что делает правдоподобие? А как считается функция правдоподобия? Ну да, если у нас есть выборка, значит, мы считаем... Вероятность, мы хотим найти такие параметры, чтобы вероятность получить вот эти вот иксы, которые... Да, совместная выборка, она была максимальной. Да, и она дает нам какую сходимость, вообще говоря? Выбирайте. Сточки. Ну, надо вспомнить, да. А второй вариант, какой был предложен? Через... Моменты. Так, моменты. Через моменты, как мы считаем? Да, что мы обсуждаем. Ну, это если мы хотим, допустим, что-то подогнать под данным, да, чтобы у нас совпадали там какое-то количество моментов, это, конечно, хороший вариант. Вот, есть еще, например, тест Калмагорова-Смирнова по каким-то данным, которые вы можете считать, стараясь минимизировать разницу между функциями распределения. Это вот, в принципе, то, что вы должны знать. Естественно, все точечные оценки, они обычно получаются там из оценки максимального правдоподобия, ну, либо конкретной проверки или предложения каких-то гипотез. Значит, все задачи, которые до этого были там на статистику и на теорию вероятности, они достаточно просты. Они либо сводятся к какой-то дискретной части и применение формулы байса условной вероятности, например, в дискретном случае. И это обычно сводится там к какой-то комбинаторике. Либо у вас есть там непрерывная часть, и ваша задача там правильным образом построить точечную оценку. Собственно, это вы должны уметь делать просто на основе каких-то очень простых информаций того, что у вас было в лекции. Ну, для бакалавров у вас есть методичка Грииновой, в принципе, для подготовки. Ну, для внешних есть, конечно, там стандартный учебник Ширяева к теории вероятности. Ну, есть, наверное, и более простые учебники, они все указаны вот в списке подготовки, можете на них ориентироваться. То есть не подразумевается, что там будут какие-то случайные процессы, Мартингалы, там, не знаю, Пуассоновские процессы, Бровновское движение. Только самое простое, что вы должны знать, это получение каких-то оценок по статистике и, зная, например, распределение, вы должны что-то посчитать о случайной величине. Значит, это то, что касается МОСТАТ и Тервер. И следующий у нас идет большой блок, это дискретная математика, в принципе, она же завершает блок подготовки. Значит, туда входит достаточно много вещей, но первое – это комбинаторные задачи, типа посчитать что-нибудь, начиная с формулы Эйлера. Дальше – производящие функции, которые очень полезны при решении задачек с шоколадками. Сколько ими способами можно составить шоколадку размером 1 на 1 из таких блоков. Дальше – это блок, связанный с логикой. От логики подразумевается, что вы умеете владеть булевой алгеброй или булевой логикой, где у нас пересечение рассматривается как конъюнкция, объединение как дизюнкция, дополнение как отрицание. И, соответственно, вы имеете возможность строить таблицы истинности, строить эквивалентные преобразования между формулами, ну и вычислять какие-то простые задания, связанные с логикой. Значит, третий блок – это графы. Особое внимание им уделяется на науках о данных, поскольку у нас курс по графам является основным, одним из базовых курсов по специализации ИСА, поэтому вы должны уметь владеть определениями с теорией графа, вы должны знать основные теоремы, связывающие количество вершин, например, и степень вершин – количество ребер, что, например, удвоенное количество ребер равняется сумме степеней вершин. Вы должны знать, что такое планарный граф, что такое раскраски, что такое двудольные графы. И вот все, что у вас было в курсе дискретной математики, у кого-то в курсе по прикладной теории граф, оно полезно и прилагается для решения вполне практические задачи. В прошлом году были достаточно сложные задачи про планарный граф, которые не все смогли решить, но мы их, думаю, частично разберем. Значит, по дискретной математике есть два способа быстро наверстать опущенное, если вы ничего не проходили. Есть книжка Новикова, называется «Дискретная математика для программистов». Программисты там только появляются тем образом, что там есть алгоритмы на псевдокоде для каких-то задач, но в целом это достаточно полезная вещь. Вторая книжка называется «Лекции по дискретной математике». Автор Чашкин – это более продвинутый курс для тех, кто хочет как-то углубить свои знания в области комбинаторики, различных комбинаторных тождей в соотношении и того, что вы должны знать из курса дискретной математики. Отдельным блоком и отдельными задачами у нас стоят всегда последние задачи в Олимпиаде – это задачи на алгоритмы. Подразумевается, что все вы так или иначе будете связаны с программированием, даже если вы будете там работать аналитиком или будете исследовать сложность. Поэтому что от вас требуется? Во-первых, ознакомиться с некоторым набором типовых алгоритмов, обычно изучаемых в курсе алгоритмов и структуры данных, то есть уметь и знать, например, обходы на графах, сортировки, различные задачи из темы «разделяя властво» динамического программирования, ну и другие темы, список, собственно, консультаций. Есть ссылка на некоторые сайты emacs.ru.algo, в котором есть набор описанных алгоритмов, которые вы можете почитать, они будут вам полезны. В частности, там какие-то из задач, они берутся просто как типовая задача, напишите алгоритм проверки того, что граф доудольный. Вот, собственно, что проверяется в результате этой задачи? Как вы можете написать псевдокод на бумажке? Или как вы можете формализовать программу? То есть алгоритмы – это все, прежде всего, последовательности действий. Вы должны, как бы, показать структуру мышления, что вы можете то, что вы понимаете, записать в виде нерус, там, сочинение по русскому языку, которое вот там везде пишется в критерии, что оно очень плохо оценивается, а в виде последовательности команд, начиная с базовых операций. То есть все функции, которые вы прописываете при реализации алгоритма, будь то минимум, максимум, наверное, можно не прописывать, а если вы берете минимум по массиву, уже нужно писать его реализацию. Значит, задача из блока алгоритма всегда с подвохом, потому что когда вам спросят написать алгоритм, означает, что разные алгоритмы будут оцениваться по-разному. То есть в зависимости от их эффективности вы получите там либо половину от максимального балла, либо, может, максимальный балл, а может, ничего не получите, если он еще и неправильно работает или не полностью. Как доказать эффективность? Ну, желательно знать, что такое алгоритмическая сложность. То есть у нас есть сложность по времени, сложность по памяти. Вот обычно подразумевается, что мы рассматриваем сложность по времени работы программы, и, соответственно, вот тот алгоритм, который вы снабжаете, вы должны подумать, а действительно ли стоило его писать и тратить, допустим, час времени на подробное описание алгоритма, который работает полным перебором и, скорее всего, не оптимальный. Это вопрос к вам. В принципе, вот из тех тем, которые планируются на Олимпиаде, мы покрыли все, что есть в программе курса, и я надеюсь, что все-таки для вас уточнили, что вот этих контурных интегралов не будет, большого количества там задач, не знаю, на неизвестные темы тоже не будет. Будет все, что вы уже знаете, но давно знаете и давно забыли. Собственно, единственная проблема – это, так сказать, все, что вот было за последние три курса, быстренько восстановить и попытаться нарешать большое количество задач, чтобы вам набрать форму, потому что основная проблема – это даже не то, что вы там не знаете, как решать, а то, что вы еще плохо считаете. То есть, несмотря на то, что вам дается 4 часа с плосником, мало кто успевает даже попытаться решить там, например, 7-8 полноценных задач на экзамене, но на Олимпиаде больше решают, но и больше ошибаются. К сожалению, огромное количество, вот эти там 300, сколько-то человек, которые регистрируются, огромное количество нулевых работ. То есть, мы с радостью призываем всех гуманитариев, социологов к нам приходить и поступать на программу, вот. Ну, а это в том числе означает, что вы должны провести серьезную работу по подготовке к поступлению, потому что экзамен самый, естественно, сложнее, чем ЕГЭ, вот, ну, даже в относительной части, вот. И без там знания математики, ну, на Олимпиаде можно просто не написать. То есть, там количество работ, в которых там решено меньше двух номеров или даже меньше одного номера, но оно там числяется десятками. Поэтому, если вы не уверены, у вас есть время подготовиться к экзамену. Если уверены и очень хотите к нам поступать, то нужно это делать и нужно прямо сейчас садиться заниматься. Давайте вопросы, а потом мы перейдем к разбору каких-нибудь задач. Так. Вопрос по последней части по алгоритму. Собственно, критерий сказано, что высший балл получает только те, кто доказали сложность алгоритма своего, но при этом в условии ничего. Это правда. Допустим, как разумевается, что нужно оптимально, а вот что сложности, что нужно? Ну, знаете, как бы всегда, вот там написано еще в условиях, например, что оценка 8-10, она не апеллируется. Знаете такое? Вот. Это на самом деле означает, что вот правильное решение, оно варьируется там в зависимости от качества объяснений и насколько оно понравится члену жюри. Вот там не апеллируется два типа оценок. Это 0 оценка, да, и 8-10. Поэтому для того, чтобы вы сказали, что ваш алгоритм действительно оптимальный относительно простых вариантов, вот, но нужно действительно хоть что-то сказать о том, что вы понимаете, сколько он работает. Потому что ту же сортировку можно написать пузырьком за n квадрат, можно сделать более-менее оптимально за n лог n, для некоторых данных можно сделать за линейное время за n, вот, а можно прийти человек, который скажет, давайте я переберу все возможные перестановки там из n элементов, и она будет работать n факториал на n, вот, называется богосорт сортировка, вот, и каждый год все равно есть такие люди, которые говорят, что вот я пришел и ответом к задаче написал словами полный перебор. Ну вот, у этого человека будет два минуса, да, значит, первое, это неполное решение без псевдокода, потому что обычно такой человек не может написать нормальный псевдокод, а во-вторых, неэффективность, поэтому получит он два балла из десяти, а может один. Просто обидно получается, что если я напишу действительно самый оптимальный алгоритм, просто я не прочитал условия? Если вы напишите оптимальный алгоритм, и вы его правильно оформите, вам восемь гарантированно. Восемь. Восемь, но не десять, да. Может быть девять, опять-таки, зависимости от того, сколько человек решат задачу. То есть вот во все... Самый оптимальный алгоритм, а у вас доказательства оптимальность? Хотя бы формулировка, если вы просто скажете, что вот у него сложность такая-то, это уже заявка на десять. Значит, понимаете, вот каждая задача, которая формулировалась до этого и на олимпиадах, и на экзаменах, у нее всегда есть два решения. Значит, обычно одно из них подразумевается, это вот первое, что приходит в голову, если я ничего не знаю, давайте я много циклов напишу, и они, скорее всего, решат задачу. Вот вторая подразумевает, что есть некоторая конструкция, которая позволяет эту задачу упростить и последовательному вычислениями ее оптимизировать. Вот. И за эти алгоритмы уже дается там максимальный балл. Есть и дальнейшее совершенствование, но которое уже проходится там в рамках магистерских курсов, либо в рамках продвинутых алгоритмических курсов. И поэтому мы ориентируемся на то, что вы можете отойти от банального решения и придумать чуточку, как его оптимизировать. Вот как в сортировках. От пузырька перейти, например, к сортировке слиянием. Это уже большой шаг человечества. Ну и ваши оценки тоже. Хорошо, еще вопрос. Вы спрашивайте, пожалуйста, потому что это ваше время, ваши возможности. К чему еще подготовиться? А в статистике, допустим, хи-квадрат? Ну, хи-квадрат использует все-таки таблицу, да? Вот. А таблицы не подразумеваются допустимыми для приноса на занятия, поэтому таких задач на хи-квадрат не будет. Спасибо. А будут ли рейти интервалы? Да, в принципе, будут. А вот это уже квантирует интервалы, а можно сказать, да, он будет ли рейти интервал? Будет ли что? Вам нужно повторить вопрос на благословение, иначе не паспорт. А, вопрос, все, я понял. Вопрос, будет ли доверить интервалы? Да, могут быть там, где это нужно посчитать. То есть, в принципе, если у вас есть какая-то там оценка параметра, то всегда вопрос, собственно, что вы можете там о ней сказать, насколько она точна. Значит, вот, тут вопрос был лично мне, было бы написать решение проще на питоне. Значит, питоновский псевдокод сразу и прувится так же, как код просто на C++. То есть, подразумевается, что вы можете написать задание на псевдокоде, вы можете написать задание на питоне, вы можете написать задание на C++. Всякие там языки типа Sharp, Java, не знаю, Lua, еще чему-нибудь, они как бы недопустимы. Значит, что вам нужно знать при псевдокоде? Вы описываете там какой-то формат, чтобы был понятно, какой из типов циклов, условный оператор типа if-then-else. Дальше описание переменных, структур данных, массив. Ну и, может быть, вызов функций. Все, больше ничего от псевдокода не требуется. Ну нет, точку запятой, конечно, сильно не снимают, но, опять-таки, я говорю, когда вы пишете о том, что вы храните массив или вы храните множество, всегда спрашивается, а какова стоимость, например, взятия элемента в множестве. То есть, опять-таки, когда оценивается алгоритм, он просчитывается полностью и внимательно читается, как бы, а что вы реально написали. Потому что, может быть, вы там написали прекрасный алгоритм, у которого есть функция взятия максимума из массива, а массив не отсортирован. И непонятно, как вы ее реализовали, какая сложность. То есть, может быть, вы имели в виду, что нужно отсортировать массив и взять последний элемент, тогда у нее сложность n log n. А, может быть, вы знаете вообще, что такое порядковая статистика, тогда максимум ищется за у от n. Есть алгоритм, который позволяет найти максимум за у от n, хотя бы просто перебором. Да, но не только максимум, можно, на самом деле, например, и средний элемент тоже найти за у от n, не сортируя массив. Вот, поэтому здесь все зависит тоже от вас. Хорошо, еще вопросы? Вы сказали, что можно на питоне, и в тот же момент нужно расписывать все функции. На питоне же есть много встроенных функций, так, допустим, та же точка сло. Значит, когда я сказал, что можно на питоне, имеется в виду, что можно использовать синтекс из питона. Да, но действительно, вы можете там использовать функцию сумму, да, по листу, вот, и в этом ничего страшного не будет. Но если вы, например, у вас задача, например, алгоритм написать поиск под строки, а вы там пишете, типа, соответствующую функцию из питона, ну, наверное, это решение будет не зачет. То есть у нас задача алгоритмическая подразумевает, что вы можете пользоваться только тем, что есть вот прямо в ядре языка. Это цикл, условные операторы, может быть, свитч, может быть, если надо, переход по меткам, но это, опять-таки, всегда признак дурного тона при программировании. Вот, и больше вам ничего не требуется, и все задачи вот решаются на таком виде. Еще у вас есть структура типа списка или массива. Хорошо. Значит, поднимите руки, кто вообще видел демо-варианты. Есть такие? Кто смотрел? Какие задачи непонятные, ужасные, требуются разбора? О, самодвойственные функции. Значит, докажите, что не существует самодвойственных функций. Есть два решения. Одно тупое, другое умное, неожиданно. То есть первое решение говорит так. Сколько у нас вообще функций от двух переменных? 16, да? Поэтому можно взять и выписать 16 столбиков всех возможных значений, а дальше проверить, что ни один из них не является самодвойственным. Это вот решение, которое тоже зачитывалось на 10, несмотря на то, что там есть слова, там, давайте возьмем и все переберем. Значит, другой вариант. Давайте рассмотрим, что у нас есть вот эта f от x и y. И говорится, что она самодвойственная. Значит, что вы про нее знаете? Что она должна равняться вот такой функции. То есть на двойственных наборах она принимает противоположные значения. Значит, давайте вспомним, что вы знаете про функцию с точки зрения разложения ее по первой переменной. Есть такое представление, что любая функция может быть разложена или представлена вот в таком виде. Согласны? Кто согласен? Поднимите руки. А почему? Кто может объяснить? На самом деле, это такое хитрое представление в виде разложения в sdnf, что если x равняется единице, вот здесь у нас стоит 0, потому что 0 в конъюнкции дает 0. 0 в дизъюнкции ничего не меняет, а здесь у нас единица, но она вот здесь и подставляется. Соответственно, здесь что у нас происходит? Ну, то же самое. Дальше вопрос, а что мы знаем из того, что у нас функция самодвойственная? Значит, что можно сказать про f от 1y? Как он связан с f от 0y с чертой? Он равен отрицанию... Замечательно, давайте вот это перепишем. Значит, что у нас есть? Здесь у нас есть xf от 1y или x с чертой на отрицание f от 1y. Я отрицание могу перебросить справа налево. Что дальше можно сказать, если у нас функция существенно зависит от обоих аргументов, что должно выполняться относительно каждой функции, каждого значения. Если у нас первый аргумент существенный, значит, существует два набора таких, на них функция принимает разные значения, при этом все остальные переменные у нас фиксированы. Значит, давайте посмотрим на произвольный набор. В принципе, здесь уже можно перебрать какие-то пары наборов. Давайте посмотрим, когда у нас функция f от 1y равняется, ну, например, единиц. Что можно сказать про f от x, y? Чему она равна? Она равна просто x, да? А эта функция существенно зависит от… Ну, пока нет, да? То есть вот f от x, y в этом случае у нас просто равняется x. А если у нас f от 1y равняется 0, тогда чему у нас функция f от x, y равняется? Не x. Теперь осталось рассмотреть, когда они у нас не константы. f от 1y у нас равняется y. Чему равняется f? Кто может посчитать? То есть это у нас функция от одной переменной, поэтому для одной переменной у нас есть всего 4 варианта. Это константы 0,1, y и не y. Все возможные комбинации из 0 и 1 длины 2. Чему в этом случае равняется f от x, y? Смотрите, у нас здесь написано x, y или не x, не y. Является она самодвойственной? Ну это функция, которая дает единицы, когда у нас x и y одинаковые. То есть она представима вот в таком виде, еще это x плюс y плюс 1 по модулю 2, каждая из сумм берется. То есть когда x и y одинаковые, мы получаем одинаковое значение. Но очевидно, что вот такая функция самодвойственной не является. То есть если мы поставим сюда два отрицания и навесим еще одно отрицание, мы получим отрицание от этой функции. В то же время, если вы здесь поставите y с чертой, тогда у вас f от x, y, у вас получается x, y с чертой или x с чертой y. И это равняется просто сумме по модулю 2, которая тоже самодвойственной не является. Вот было и более элегантное решение, которое сразу вот из этого представления доказывало, что если мы возьмем двойственную вот к этому представлению, что у нее есть возможность только быть x или y. То есть единственная возможность, когда она самодвойственная, это когда она вырождается в одной из переменных. Либо x, x с чертой, либо y, y с чертой. Но они существенно не зависят от двух переменных, они существенно зависят только от одной. Хорошо, еще вопросы по задачам. Задача про графы. Значит, условия про то, что у вас там 2e больше либо равно 3f. Кто помнит, как доказывалось? Значит, вам рассказывалась теория про планарные графы. Помните, наверное, да? Кто помнит теорию планарных графов? Что вы знаете о них? Критерии планарности. Что это, как там, граф планарен, когда у него нет подграфов изоморфных k5 или k3-3. То есть полным двудольным на трех вершинах или полным у графа на пяти вершинах. А еще есть формула Эйлера. Чего она говорит? Значит, для планарного графа V минус E плюс F равно двум. Где V – это количество вершин, E – количество ребер, а F – это количество элементов, на которые планарный граф разбивает плоскость, включая бесконечную часть, как единое целое. Значит, первый вопрос был, как доказать, что 2E больше либо равно 3F. То есть удвоенное количество ребер больше либо равно, чем утроенное количество областей, на которые мы разбиваем нашу часть. Как доказывать? Там надо взять для каждой грани количества областей. Чтобы не разложить, когда оно будет с одной стороны больше. Ну, как-то ребро разбирает две грани, поэтому… Ну, то есть смотрите, вот у вас есть какая-то грань, что вы можете про нее сказать? Да, что минимум у нее есть хотя бы три ребра, потому что каждая грань, она нам задается как минимум треугольником, возможным многоугольником с большим числом ребер. Так. Вот, а с другой стороны, каждая грань, то есть, каждое ребро разделяет две грани. Да, совершенно верно. То есть каждое ребро, оно относится к некоторым двум граням, которые называются соседние. Возможно, это вот та самая внешняя грань бесконечная, а возможно, у вас здесь есть еще там какая-то приписка. И вот у вас получается, что смотрите, когда мы считаем количество ребер, с одной стороны у нас есть каждая граница, в которой как минимум должно быть три ребра. С другой стороны, мы знаем, что считая для каждой грани все ребра, мы будем считать их дважды. Таким образом, у нас всегда удвоенное количество ребер, оно будет превышать утроенное количество граней, которые допустимы для планарного графа. А дальше там были супергениальные вопросы. У вас, по-моему, там был граф на десяти вершинах, у всех была степень 5, если я не ошибаюсь. Да, вопрос, может ли этот граф быть планарным. Значит, подразумевалось, почему-то до этого догадались буквально единицы, по-моему, они все и поступили. Это какая-то такая корреляция есть. Вот, что нужно как-то использовать первую часть задачи для решения второй. Это вот логика, да, в неявном виде. Значит, не явная функция, а не явный вид, да? Значит, что использовалось? Ну, во-первых, если у вас есть 10 вершин степени 5, то вы можете посчитать е. Почему? Потому что сумма степеней вершин по е от единицы до 10, то у вас сумма пятерок по е от единицы до 10 – это 50, а это есть 2 е. Откуда е равняется 25? Что дальше нужно было делать? Значит, дальше вы должны были вспомнить вот эту формулу, в которой я написал, что у нас есть 10 вершин минус 25 ребер плюс f равно 2. Откуда находилось количество граней для планарной укладки этого графа? f равнялось 17. И после этого чудо у нас получалось условие 2 на 25 больше либо равно 3 на 17, которое, увы, неверно. Потому что 50 не больше либо равно, чем 51. Но откуда-то мгновенно следовало, что граф не планарен для любой его попытки уложить на плоскость, всегда будет какое-то пересечение. То есть основой являлась формула Эйлера, которая входит в программу. Вот вы спрашивали, что входит в программу. Вот эта формула входит в программу, считая основой любого учебника по планарным графам. А вот это, например, соотношение, у него есть сейчас там различные его вариации, когда вы из формулы Эйлера вытаскиваете там соотношение ребер и вершин, соотношение вершин и граней. Оно не очевидно, его нужно доказывать. Поэтому первая часть задачи сформулирована типа докажите, вторую примените на практике. Пожалуйста, еще вопрос по задачам. Не сделаем вариант. Формула Вандермонда, это где была такая? А, в смысле свертка Вандермонда, да? Значит, формула Вандермонда, у нее есть очень простое решение, описанное, кстати, все решения, я напоминаю, прошлые олимпиады, они выложены на сайте, знаете где? Написано, да? Кто не знает, где они выложены? Если вот нужно к этому сайту дописать, сейчас скажу, чего. Вот здесь дописывается 2016 tasks. То есть для тех, кто хочет почитать там решение прошлого года, нужно поменять год 2016 на 2015. А кто хочет посмотреть демо-вариант, соответственно, слово tasks меняется на слово demo. Вот, и получается очень простая формулировка. Значит, про свертку Вандермонда я просто скажу очень самое короткое решение. Год меняется, или это слово tasks, задание меняется на слово demo. Значит, смотрите, вот у вас написано вот такая бесконечная сумма, пока от минус бесконечности до плюс бесконечности, r по m плюс k, s по n минус k, и говорится, что это равняется r плюс s по m плюс n. Значит, там написаны некоторые условия, которые разумным образом получаются, что у нас должно быть там k меньше нуля, k больше n, у нас мы подразумеваем, что биномиальный коэффициент аждественный ноль. Значит, решение очень простое. Давайте возьмем два бинома ньютона. Первый бином ньютон у нас будет иметь вид 1 плюс x в степени r, другой 1 плюс x в степени s и перемножим их. Что в результате получится? 1 плюс x в степени r плюс s. Дальше в правой части я хочу узнать коэффициент, стоящий при множителе с индексом m плюс n. Ну, это просто биномиальный коэффициент, то, что стоит справа. Значит, вот здесь вот у нас есть сумма по каким-то там коэффициентам a от нуля до r плюс s, биномиальный коэффициент r плюс s по x в степени a. Поэтому, когда я беру m плюс n, то и коэффициент вот здесь у меня становится m плюс n. А теперь вопрос. Как я могу получить x в степени m плюс n, перемножая эти два ряда? Ну, я должен брать такое произведение степеней x, чтобы в сумме они нам давали m плюс n. Ну, когда мы перемножаем степень, у нас показатели складываются, правильно? Вот, поэтому здесь написано так. Вот мы идем с m-того коэффициента и n-того. И дальше говорим, что мы можем просто по одному увеличивать k, а по другому уменьшать. И с какого-то момента, ну, выполнится вот это условие, что мы просто уйдем как бы на сторону, когда все коэффициенты ноль. Поэтому оно достаточно простое. Здесь, ну, нет ничего сложного с точки зрения самого решения. Вот. В принципе, я думаю, что этого более чем достаточно. Так, тут про применение производящей функции спрашивают. Сейчас разберем, я думаю, эту задачку. Это вопрос был из трансляции. Значит, производящая функция у вас задачка решается с шоколадками, например. Давайте говорим про нее. Здесь вопросы есть? Значит, бином ньютон – знание обязательное для всех выпускников программы. К сожалению, так иногда оказывается, что поступающие на мехмат люди, там, только два человека в группе знают, что такое бином ньютона. Ну, в общем, это неправильная позиция. Ну, такое произошло после появления стопальных ЕГЭ там из определенных регионов России. Вот. Значит, мы этот процесс, по крайней мере, на уровне магистратуры исправляем. Значит, представьте себе, что у вас есть сэмплы. Значит, для девушек всегда приятнее говорить, что это шоколадки. У всех высота, ширина единица, углы прямые. Значит, есть еще ромбик. И квадрат. И вот представьте себе… Да. Значит, представьте себе, что у нас есть шоколадка длины 1 на n. И нас спрашивают, сколькими способами мы можем замастить эту шоколадку длины 1 поделить на n. Ну, естественно, ответ нужно знать для произвольного. Значит, как решается такая задача? Значит, есть, собственно, два способа. Один из них – это написать некоторое регулярное выражение, описывающее все такие варианты. И описывать оно должно таким образом, что разбор по этому регулярному выражению дает каждый вариант единожды. То есть, оно должно обладать свойством единственности для получения различных вариантов этих шоколадок. Давайте думать, как у нас могут получаться прямоугольные шоколадки. Значит, первый способ – мы начнем вот с такого треугольничка. Но если мы открыли нижний треугольник, как можно продолжить? Надо закрыть. Это единственный способ. Значит, дальше мы можем написать просто квадрат. Согласны? То есть, мы задачу сводим к задачам меньшей размерности. То есть, когда мы написали вот такой квадратик, дальше может быть опять какая-то прямоугольная шоколадка, но единицу меньше размерности. Спасибо. Ну, а с ромбика нельзя начать, потому что мы же как бы должны получить в итоге прямоугольную штуку. Правильно? А ромбик у нас вот такой наклонный. Нет, перевернуть нельзя. Да, это отдельно указано, как бы, что вот вы пользуетесь только теми фигурами и только так, как они нарисованы. Ну, не знаю, почему. Ну, там нарисовано. Представьте, там зайчик нарисован. Если его перевернуть, значит, с ним будет что-то нехорошо. Значит, дальше что может быть? Дальше у нас может быть другой открывающийся треугольник, вот такой. И вот дальше уже начинается что-то интересное, потому что мы его можем сразу закрыть соответствующим треугольничком, а можем добавить какое-то количество ромбов подряд. И вот здесь используется такая функция итерации, когда мы говорим, что у нас может быть произвольное число этих ромбов. И вот смотрите, вот такое объединение, оно описывает, по сути, все пристыковки маленьких шоколадок к большим. То есть, как получается прямоугольная шоколадка, она получается взять им одного из вот таких сэмплов какое-то количество раз. Когда я рисую звездочку, это означает символ итерации, то есть, повторение произвольное число раз. Соответственно, у меня вопрос к вам. А что делать дальше? И кто знает вообще, что такое производящие функции, для того, чтобы это дело посчитать? Ну да, на самом деле не плюс, посмотрите. Здесь звездочка. Ну а здесь, смотрите, почему это не важно. Когда мы говорим о производящей функции, разница между плюсом или звездочкой относится только к нулевому члену. То есть, собственно, мы говорим, сколько у нас пустых шоколадок. Вот когда я написал звездочку, я сказал, что у меня пустых шоколадок одна. А когда вы говорите плюсик, вы говорите, что у меня ноль пустых шоколадок. Это единственное различие. На все остальное оно не влияет. То есть, когда звездочки у нас ничего нету, но у нас есть одна шоколадка нулевой длины. Ну, нет ее. Ну, как бы ничего можно получить единственным образом. На ответ это абсолютно не влияет. А тут мы это доказываем, что по-моему. Да, свойства единственности нужно каким-то образом объяснить. Но здесь как бы мы, вот я все, что словами проговорил, что шоколадка получается только одним из этих способов. Примеры не единственности. Это если бы вы написали, например, квадратик, звездочка, а потом написали еще звездочка. Почему не единственные? Потому что, вот, допустим, у меня есть последовательность из трех квадратов, полученная из шоколадки. Вот я ее мог здесь получить одним повторением последовательности из трех квадратов внутри. А мог, допустим, один раз взять квадратик из первой скобки, а потом во второй скобке взять два квадрата. А мог в каждой скобке взять по одному квадрату и повторить их три раза. То есть, в этом случае у нас нарушается свойство единственности. Поэтому вот такие примеры, они у нас запрещены. Ну, строгим образом можно просто построить BX, но я говорю, на уровне объяснений того, что вы понимаете, что она должна быть единственным, и вы говорите, что вот каждому из возможных вариантов комбинаторных вы их описываете, соответствует только единственный поднабор этих возможностей. Дальше вступает вопрос, а как использовать аппарат, производящий функции? То есть, во-первых, у нас производящая функция задается, когда у нас есть некоторое множество А, и на нем задается весовая функция, обычно на множестве натуральных чисел, омега. Тогда производящая функция множества FA омега от X – это есть сумма X в степени омега от А по элементам из множества. То есть, это некоторый формальный ряд, он может быть конечным, может быть бесконечным, X в степени веса. Значит, дальше возникает вопрос, что можно делать с производящими функциями, вообще для чего они используются, какой аппарат применения у них. Ну, основным является несколько теорем, что если у вас есть объединение дизъюнктное двух множеств, тогда производящие функции складываются. Если у вас есть декартовое произведение двух множеств, это означает конкатенация или приписывание, тогда у вас есть умножение производящих функций. И, наконец, для операции итерация А звездочка, ее производящая функция вычисляется как 1 поделить на 1 минус производящую функцию от А. Подробная теория есть в лекциях Чашкина. Дальше вопрос, вот у меня есть мое выражение, что мне делать дальше. А дальше я должен воспользоваться нашим определением, что мы хотим посчитать количество шоколада к определенной длине. Значит, для этого мы должны ввести вес, но вес это должна быть длина. Соответственно, мы каждый из фрагментов должны задать какой-то длиной. Значит, какая длина выбирается, по верхней части шоколадки или по нижней? Как хотите. А? Ну, неважно, да, давайте по нижней. Вот здесь мы определяем вес. Соответственно, вес этого кусочка? Один. Этого? Ноль. Да, один, ноль. Один, один. Дальше мы пользуемся применением формулы. Раз у нас внешняя звездочка написана, значит, я пишу 1 поделить на 1 минус. Знаешь, здесь в скобках будет производящая функция того, что написано внутри. Значит, смотрите, вот здесь написано, на самом деле не написано, написано пристыковка, конкатенация. Значит, вы к этому треугольничку прибавляете этот. Значит, производящая функция вот этого треугольничка – это х в степени его вес. Значит, у нас получается х в первой умножить на х в нулевой. Дальше плюс х в первой. Плюс. Дальше сложнее идет. У нас есть х в нулевой. Дальше опять итерация ромбика умножить на х в первой. И вот у меня написано, производящая функция всего моего множества. Ответом к задаче является разложение этой функции в ряд Тейлора. То есть, если я могу представить ее в виде суммы fn умножить на х в степени n по n от нуля до плюс бесконечности, тогда fn является ответом к задаче – сколько таких шоколадок. Здесь написано многочлен. Каждая дробь, то есть числитель и знаменатель этой дроби – это многочлен. Соответственно, их частная – это дробь, которую можно разложить в сумму простейших. Ну, дальше вы можете каждый из них просто выяснить ряд Тейлора. Ну, вот так вот. То есть, ну, дальше вам нужно просто упростить, привести к общему знаменателю, разложить в ряд Тейлора. Получите ответ. Там подробное решение, в принципе, с примером там написано. Есть другой метод, когда мы пытаемся свести задачи под задачами. Вот, собственно, одно из решений, которое написано и вывешено на сайте. Гриша, давайте мы сведем там к задаче поиска таких же шоколадок или шоколадок там без одного треугольничка, и тогда там есть рекуррентные соотношения на эти шоколадки. Вот, соответственно, по рекуррентному соотношению можно восстановить, опять-таки, ответ. Общая теория рекуррентных соотношений, если вы посмотрите там консультацию, запись консультации прошлого года, там есть подробный рассказ со всеми теоремами. Какие вы можете изучить? Ну, гуглите на сайте вышки, там, консультация к Олимпиаде Пумы 2016 год. Для тех, кто не знает, значит, используется вот такая штука, там, сайт, двоеточие, дальше вот этот сайт пишется, Олимпхс, Эру, Слэш, Эма, дальше там, не знаю, консультация Пумы, его-то вам сразу выдаст. Так, хорошо. Можно без рядов Тейлор решать? Ответ можно, потому что после… Можно просто написать вот такой ряд и формально домножить на знаменатель и написать рекуррентное соотношение на FNT. Насколько это проще, там, легче, я не знаю. Вот, опять-таки, любые решения через рекуррентное соотношение тоже можно. Здесь кто-то спрашивает по поводу примера псевдокода, но, опять-таки, я говорю, вот, пример псевдокода, де-факто, для меня стандартный, это C++ style, то есть, если вы умеете программировать, там, на плюсах или на питоне, вы пишете, что там любой цикл у вас оформляется в формате либо for, дальше вы пишете… Ну и дальше тут что-то происходит. Либо у вас есть такой же цикл while, дальше у вас есть условный оператор if, дальше можно написать так, можно написать паскалевское zen, else, еще одни фигурные скобки, можно писать switch, дальше у вас есть массив, массив можно задавать, допустим, если у вас целые числа, вы пишете там int array от 10, вот ваш массив на 10 элементов. Ну и дальше у вас есть операции равно и равно-равно, то есть, если вы хотите спросить, один равняется или двум, вы пишете вот такое равно. Помните, да, отличие между присваиванием и равенством? Другой вариант, это когда вы говорите один равно двум, это сравнение, тогда присваивание пишется, опять-таки, в паскалевском стиле x двоеточие равно единице, например. Больше от псевдокода ничего не требуется, кроме наличия комментариев, потому что любая программа, любой алгоритм, он должен быть снабжен комментарием. Не очень понятный вопрос про докажите утверждение. Будет ли интегральное уравнение? Ответ не будет, и не дай бог. Значит, обобщенная функция интегрального уравнения – это тема мема. Поэтому, несмотря на то, что они в программе участвуют, они не настолько жестят. То есть, то, что вы должны знать, там из мема, ну, опять-таки, те же производные интегралы – обычные пределы функции, неявные функции. Хорошо, еще вопрос. Ну, нет, конечно. То есть, вы должны применить метод максимального правдоподобия здесь для очень простой задачи. Да, то есть, вы можете либо сказать, что по теореме, если существует точечная оценка метода максимального правдоподобия, то тогда она состоятельная. Такой ответ засчитывался на максимум. Но, как бы, саму оценку вы должны привести, ну, и на самом деле, как только вы ее приведете, вы, на самом деле, практически мгновенно можете доказать ее состоятельность. То есть, там, у нее, по-моему, от ожидания получается, что там, ТТН делить на Н плюс 1 в таком духе, и как бы посчитать предел, что ее предел равен ТТ, ну, тоже очень просто. О, вопрос, сейчас, секунду, значит, вопрос из трансляции доказательства про определитель, оно есть на Википедии, специально в решении демо-варианта, чтобы мы сейчас не расписывали доску по 10 раз с переходами. Значит, есть просто ссылка на многочлены, там, Эрмита, Жандра и прочее. Как доказывать тождество с определителем? То есть, вы доказываете базу индукции. Самое простое – это доказать рекуррентную формулу для производной определителя и для связи его с определителем меньших рангов. Ну, после этого нужно правильно применять метод мат-индукции. То есть, мат-индукция, она входит и в дискретную математику, и в матан. Если какие-то подтверждения у вас есть, зависящие от параметра натурального, значит, вы ее используете. Хорошо. Еще вопрос? Можно вопрос по первому заданию? Да. С первой части нам понятно анализ параметра а, а вот с анализом параметра бета не совсем. А получается… Значит, с анализом параметра бета… Да, я понял. Первый вопрос по интегралу. Значит, там проблема в следующем, что у этого интеграла две особых точки. То есть, он мало того, что не собственный по плюс бесконечности, он еще не собственный… Да. Сейчас, секунду. По альфа. Ну, по альфе на плюс бесконечности он все равно второго рода считается. Ну, это ограничено, а по бета нельзя не ограничено. Ну, да. Да, поэтому смотрите, что делать, если вы не знаете, как работать с логарифмом. Обязательно, если вы знаете там основные два замечательных предела, да, то логарифм избавляется экспоненциальной замены. Поэтому вы берете, делаете замену, и x сравняется там, есть степень и t. Вот, после этого делать полную замену в интеграле. Дальше у вас есть полином, умноженный на экспоненты. Экспоненты где-то ограничены, а где-то она забивает полином. Поэтому все, что вам нужно, это в зависимости от различных знаков альфа и бета определить, кто больше. Понятно, там получается, что спичная функция в том, что там получается x, да нет, t, x, t и минус b. Сейчас, секунду. Значит, у вас получается после замены, сейчас давайте я сотру что-нибудь. Значит, там был изначальный вопрос вот такой, интеграл от 1 до плюс бесконечности, x в степени альфа, логарифм x в степени бета, dx, значит, делая замену, x равняется e в степени t, и у нас получался интеграл от 0 до плюс бесконечности, e в степени минус 1 плюс альфа t, да? Нет, альфа плюс 1t. Сейчас, альда альфа плюс 1t поделить на… Сейчас, мы делим или умножаем. Давайте поделим все-таки. Вот так, поделим на t в степени минус бета сразу dt. Значит, у него опять-таки две особых точки, это плюс бесконечность и 0. Значит, на плюс бесконечности что мы знаем? Если у нас 1 плюс альфа больше 0, что будет? А? В любом случае будет плохо, потому что функция не ограничена. У нас есть необходимые условия, что интегрируемая функция должна стремиться к 0 на плюс бесконечности. Значит, вот эта штука заведомо меньше 0 должна быть. Уже классно. Значит, после этого на интервале от 0 до плюс бесконечности это ограниченная функция. Согласны? Значит, что у вас происходит после того, как вы ее заменяете просто на константу? Ее можно заменить, например, на максимум, когда у нас нет неопределенности вида 0 на 0. Значит, у вас возникает t в степени минус бета. Значит, когда этот интеграл на бесконечности сходится? Нет, ну я сейчас хочу обсудить сначала вопрос, когда t стремится к бесконечности. Когда бета меньше единицы. Да, это правда. Когда бета меньше единицы, это условие, когда t стремится к плюс бесконечности. Сейчас, сейчас, давайте еще раз. Значит, нам нужно, чтобы... Да, минус бета, согласен, бета больше минус единицы. Вот так, да? Вот, а теперь посмотрите, что у нас происходит, когда у нас t стремится к нулю. Значит, экспонент стремится к единице, да? Да, и в случае, например, когда альфа равно минус единица, тоже такое же значение. Вот, значит, здесь у нас стоит единица, здесь у нас стоит t в степени минус бета. Что можно сказать про нее? Плохо. А когда хорошо? А когда вот мы не делим на нее, когда у нас стоит числитель? То есть когда минус бета отрицательное число? Или ноль. Согласны? Вот, а дальше нужно посмотреть на то, как объединить, собственно, ну, как схлопнуть весь ответ в один. То есть там общий ответ, который у вас получается, сейчас скажу, что у вас... А, сейчас, секунду. Так, интересно. Значит, у нас пока получился альфа меньше минус единицы, да, бета больше. Сейчас, а когда у нас бета... А, стоп. Когда у нас бета положительный, у нас нет... Правильно. Значит, смотрите, это случай, когда у нас было бета... Когда у нас бета положительный, у нас... Сейчас, секундочку. То есть у нас просто эта единица, она не всегда особая точка. Значит, она у нас особая точка только при бета меньших нуля. И вот тогда мы, собственно, исследуем, что у нас... Значит, при бета меньших нуля у нас получается интервал от минус единицы до нуля, когда у нас бета больше нуля, мы же не делим на ноль. И у нас особенности нет. То есть когда вот эта штука, например, 2, то, что у нас здесь x равняется единице, это просто ноль. Да, поэтому, естественно, у нас экспонент там забьет любой. Горих мы, и больше нам... У нее ничего не нужно. То есть, по сути, нам нужно было рассмотреть просто два случая. Отдельно, когда единица является особой точкой, отдельно, когда не является. Но вот их объединение все равно получается множество по бета от минус единицы до плюс бесконечности. По поводу вообще интегралов, значит, вы помните, что... Как бы самое главное, это вот уметь там не только частично дифференцирование по частям использовать, но еще всякие замены для решения там нахождения интегралов от многочленов, от корней из многочленов, замены, связанные с тригонометрическими функциями под интеграл. В частности, там тангенс половинного угла, например, есть замена, которая позволяет свести тригонометрический интеграл к интегралу от рациональной функции. А симптоматические замены вот типа о малой, то, что угаринка добивается, в какой-то степени, кстати, ждет? Ну, это нужно просто сформулировать, да, как всегда. И в зависимости от формулировки это можно сказать, это понятно или нет. Например, что синус х есть о, там, о, просто эквивалент, например, х плюс о малой от х, да, это не нужно доказывать, естественно. А если вы напишете, что какой-то интеграл есть о маленькой от х, ну, наверное, это нужно как-то объяснить. Здесь... Объедините с ними. Объедините, то больше на 2. Объедините будет просто в этом больше на 0. Если объедините, то больше на 0. Больше на 1. А, объедините. Да, да, да. О, хорошо. Так, еще вопрос. Там есть фор. Ну, про пирамиду, слушайте, это задача Ханойской башни. Вот, ее немножко стыдно спрашивать, наверное, нет? Ничего не стыдно, да? А то, что там ссылка на решение есть, тоже нет, да? Значит, пришел неподготовленным на консультацию, значит, на экзамене тоже будет... Фамилию я и так знаю. Значит, смотрите, у вас есть стержень с кольцами, еще один стержень, еще один стержень. Значит, наша задача переложить все на соседние стержни. Как происходит перекладывание? Давайте мы скажем, что мы умеем решать задачу для произвольного n. И сейчас докажем с введением. Значит, мы говорим, что если мы умеем решать задачу то и от n, где у нас есть n стержней, она решается следующим образом. Мы перекладываем 2 верхних стержня, пардон, n-1 верхних стержня на третий столбец, дальше перекладываем самый нижний на второй стержень или второй столб, и потом опять n-1 перекладываем на второй. И до того у нас получается рекуррентное уравнение на сложность работы, которое имеет очень простое решение. в соответствии с общей теоремой рекуррентных соотношений, у вас t от n есть c на 2 в степени n. Это если мы берем общее решение, и дальше нам нужно, зная, что единица не корень характеристического многочлена, найти в таком же виде частное решение. То есть у нас c на 2 в степени n нужно искать плюс какую-то константу d. Давайте подставим и попробуем ее найти. Значит, c на 2 в степени n плюс d равняется 2c умножить на 2 в степени n минус 1 плюс 2d плюс 1. Значит, вот эти штуки сокращаются, остается d равняется минус единице. И ответ у нас получается t от n равняется c на 2 в степени n минус 1. Единственное, что нужно понять, это чему равняется c. Но оно находится изначально в условии, например, что t от единицы равно единице. Ну и в частности, когда мы поставляем сюда единицу, у нас получается 2c минус 1 равно 1, откуда c равно 1. Кстати, там было написано, что это единственный способ, который вы не знаете. Такой формуровки достаточно, чтобы объяснить, что это не значит. В смысле это... Думаю, что почти что доказано, потому что здесь проводится индукция по размерности задачи фактически. И никаким другим образом вы не сможете решить задачу, потому что вам приходится для доступа к следующему стержню перемещать верхние, n минус 1 или k минус 1 стержень. О, кто-то спрашивает, почему такое количество математических задач, если в процессе учебы на ПМИ надо именно программировать на различных языках. Нет, это к пишникам надо программировать. А у нас очень большое количество курсов заточено на математику и в машинном обучении, в анализе данных, в сетевых структурах. То есть программирование – это навык, которым вы пользуетесь для аналитики. И, к сожалению, просто программистам у нас быть недостаточно, вы не сможете учиться, если вы знаете только программирование, не знаете математику. Ну, кстати, если человек хорошо успевает в математике, то и программистам он тоже может стать хорошим. Вот, обратное не всегда верно. Хорошо, еще вопрос. Ну, если вопросов больше нет, я предлагаю сейчас консультацию закончить. Да, давайте. А вопросы по заданиям, соответственно, задавали там чрезвычайно? Ну, если какие будут задания на Олимпиаде? Нет, на Олимпиаде, если вдруг опечатка будет задать. Ну, я надеюсь, что такого все-таки не будет. Вот. Но задавать вопросы, в принципе, можно. Просто, понимаете, у нас Олимпиады проводятся и в регионах, и там люди не ответят на вопрос по заданию. Поэтому мы стараемся делать так, что в случае, если находится опечатка, всем максимально лояльно, кто ее находит, ставится оценка за это задание. Таким образом, у всех равномерно поднимается оценка, и она не влияет, то есть наличие опечатки не влияет на суммарную, накопленный балл. Вот. Ну, вообще говоря, тем, кто, например, доказал правильную формулировку, им сразу 10 поставили с восклицательным знаком. Хорошо. А если будут неточности формулировок, например, как было, вот за прошлый год указано с локеристоносками сигма? Да не было там такого. Сигма – это стандартная основа алгебры, была специально описана ноль, если проинтерпретирована как матрица. Ну, в смысле, какая там матрица, когда у вас матрица прямоугольная, ее в n-той степени заводить нельзя. Во-вторых, такого вида вопроса, конечно, можно было, наверное, уточнять. Да, значит, тут спрашивают, будет ли урмат, будет ли уравнение частных производных, ответ нет, не будет, так же, как интегральных уравнений. Я понимаю, что кто-то сожалеет об этом, но, наверное, таких все-таки меньшинство, потому что большинство урматов не решается в элементарной функции. А, почему решили демо семнадцатого года сделать эту олимпиаду шестнадцатую? Наверное, потому что так каждый год делается, в лом делать новое демо-то. Непонятно для кого. Потом они не отличаются, статусы страшно смотрят. Да нет, они не сильно отличаются. Понимаете, мы же не можем выкладывать задачи близкие к ним. Все задачи, они более или менее оригинальные. Понимаете, поэтому вот там дифуры, например, они все более или менее похожи друг на друга. Ну, для меня лично, я не знаю, у нас есть любители дифуров, они их различают. Вот. Но как бы в этом плане я вам сказал, какие теоремы, какие методы нужно знать, чтобы их решать. Ну, а как бы линейные алгебры, ну что, вам выкладывают, типа, вот давайте мы поменяем чиселки в матрице и вы сразу решите. Но я уверен, что большинство технарей с этим справятся. Поэтому у нас задача в том числе на придумать что-то новое. Есть задача на доказательства, есть задача на алгоритмы. Да, мы не можем сказать, что посчитайте алгоритм на одном графе, а на экзамене мы вам дадим на графе с двумя ребрами дополнительно. Ну, такого не происходит. Тем более, что вы видите сами, что отбор очень высокий и здесь как бы чем больше людей к нам будет поступать, тем более сложный будет сам вариант, потому что вас нужно дифференцировать и там борьба идет на апелляции вплоть там до выгрузения одних баллов, значит, там гневных писем, почему мне там сняли, когда я ничего не объяснил. Вот, но это в скобочках ответ на вопрос, почему. Вот, значит, единственная рекомендация, которая есть, что если вы действительно как бы понимаете, что у вас граничные, там, граничные баллы, которые возможно получить призовое место, что апелляцию обязательно стоит писать, потому что вот многие просто не пишут и выпадают из списка, то есть они были, допустим, в пределах предполагаемых победителей, но после прохождения апелляции народ поднял баллы и люди остаются за бортом, поэтому внимательно читайте свои работы, они у вас появятся в личном кабинете через некоторое время после проверки, после этого есть возможность что-то поапеллировать только обязательно предметно, да. А опустить баллы на апелляцию? Да, можно такое, я периодически каждый год делаю. Ну, понимаете, всегда при апелляции еще важна форма подачи, потому что когда человек пишет, значит, если бы он стоял передо мной, у него бы там из глаз искры метали, вот, почему вы мне сняли там, да кто вы такие и вообще все это неправильно, вот ему отвечают и параллельно говорят, о, вам еще и завысили баллы. Вот, ну, должен быть какой-то выход, так сказать, позитивной энергии от проверки 300 работ. Вот, то есть, такие ситуации бывают, и, понимаете, всегда при проверке, например, вот, когда смотрится в целом, работа смотрится, как бы, где были какие-то перекосы, то есть, где-то, если там преподаватель, например, чуть-чуть пожестил, он может в следующей задаче, наоборот, там, поставить, не 6, а 7, при частичных решении. То есть, в целом, смотрится на уровень работы, там, на количество решенных задач, и, как бы, жюри в этом плане, ну, не допускает каких-то больших ущемлений прав. Значит, единственное исключение составляют люди, которые во время Олимпиады, например, были замечены там в подозрении в списывании, но при этом не были пойманы за руку. Вот таким людям их не выгоняют, но им там на работу ставится специальная пометка, вот, и работа проверяется с пристрастием. Но, к сожалению, у нас был в прошлом году такой инцидент, вот, когда, так сказать, в момент от прохождения дежурного до человека, значит, телефон испарился, вот, и, как бы, ну, да, куда он делался неизвестно, то есть, это было, скажем так, мимолетное ведение дежурного, все-таки не организатора, поэтому мы человека выгонять не стали, но, естественно, он не поступил. Ну, то есть, как бы, вопрос о списывании, в том числе, поскольку здесь много бакалавров, да, наших, вот, вопрос с рассадкой, он решается достаточно жестко, что вы на Олимпиаде соревнуетесь друг с другом. То есть, понятно, что вы хотите там все помоешь друг другу, но вы, на самом деле, больше будете мешать, потому что на вас будет постоянно концентрироваться внимание, с какого-то момента там, в качестве образцово-показательного примера кого-то из вас выгонят. Потом все по моей послушной будут писать, его выгнали. Хотите? Наверное, нет, да, поэтому пишите самостоятельно. Да, спрашивают про теорема по Олимпиаде Бернсайду, но она входит в общую программу, и, в принципе, ее нужно знать для общего понимания комбинаторных структур. Но, опять-таки, решение задач можно производить и без лемма Бернсайда. Ну, вот, эффективное решение за любой задачей с псевдокодом. Обратите внимание, у вас в решениях, которые предоставляют жюри, всегда есть ссылка на это эффективное решение. Например, была задача по множеству точек на плоскости найти минимальное расстояние между парой точек. Значит, алгоритм перебором подразумевает квадратичное решение, когда мы берем каждую пару, для нее считаем расстояние и проверяем, получается n квадрат. Ну, вот, в частности, в ссылке, которая дана прямо в решениях Олимпиады, есть алгоритм, который позволяет свести задачу к задаче разделяя властвую. То есть, когда ваша плоскость с каким-то набором точек она разделяется примерно поровну. Это можно сделать за линейное время. Дальше. В каждой из полуплоскостей решается рекурсивно задача с половинным размером. То есть, здесь у нас написано там t от n пополам, здесь t от n пополам. Спрашивается, где можно найти еще минимальное расстояние. Ну, где-то вот на точках близких границы. И вот еще за линейное время нужно было научиться находить кратчайшие расстояния в некоторой окрестности этой границы. Поскольку там рассматриваешь задачи с пикселями, все координаты целочисленные, там было очень хорошее сеточное разбиение вот этой задачи на то, что если мы знаем, что у нас здесь точка, то кратчайшие до нее относительно минимум можно искать в окрестности не больше, чем какого-то количества клеток. И итоговое решение у вас задачи относительно сложности получалось вот в таком виде. А дальше у вас есть еще одна теорема о рекуррентных соотношениях, что если у вас написано в общем виде нелинейное рекуррентное соотношение, что у нее есть асимптотика решения. Это, ну, бакалаврам рассказывали в курсе там объедков Шварц, вот, а всем остальным есть так называемая общая теорема решения рекуррентных соотношений. И она используется при оценке сложности. То вот если вы написали такое соотношение, то асимптотический т от n есть т от n лог n. Ну, то есть сложность у нее решения такая же, как и сортировка. Вот, то есть ваша задача как бы научиться применять, как этот алгоритм называется, разделяя и властвуй. Свели к двум подзадачам вдвое меньшего размера и посчитали, что нет решений или есть решения между ними за линию, то есть проведя у от n операций. Соответственно, общее решение задачи имеет за n лог n. То же самое относительно выпуклой оболочки. Там есть быстрый алгоритм, который сортирует игры за n лог n, а строит выпуклую оболочку. Ну, это один из примеров. О, может ли быть что-то на автоморфизм графов? Ну, все может быть. Не надо концентрироваться только на какой-то теме. Постарайтесь подготовиться. И самое главное, для специальной части вы должны определить. Вот у вас там будет какая-то задача интеграла дифуры, какая-то часть статистика комбинаторика, какая-то часть, допустим, теория на графы плюс алгоритмы. Вот у вас есть выбор. Вот вы из шести задач, допустим, решите максимум две-три. Может быть больше, может быть меньше. Вот. И у вас есть выбор в специальной части наверстать большое количество баллов. То есть сорок баллов оно реально определяющим может быть даже просто только по специальной части. Но подразумевается, что вы сами готовитесь и сами выбираете, что вы больше любите. Считать интегралы и решать дифференциальные уравнения, или может быть вы там больше любите считать количество вариантов, не знаю, асимптотики, применять мат-логику, писать алгоритмы и все прочее. Вот с алгоритмом единственная проблема, что нельзя тратить на него слишком много времени. Если вы не умеете писать на псевдокоде и быстро, то вы можете потратить на него час из четырех и получить, допустим, 6 баллов из 10. Ну и масштабируем, этот результат приведет к 24-27 баллам, что, естественно, не хватит. Поэтому внимательно выбирайте. О, господи, TFKP не нужно повторять. То есть теорию функции комплексного перемена нужно знать только на уровне, как считать комплексную экспоненту и как оперировать с комплексными числами, когда мы говорим о собственных числах, собственных векторах и решением квадратных уравнений с отрицательным дискриминантом. Еще вопросы? Ну, хорошо. Тогда, если что, в личном порядке. На сегодня мы закончили. Я желаю всем успехов и ждем вас через год тех из вас, кто даст испытания. Через год, имеется в виду, в сентябре. Догадываетесь, какой момент? Да я догадываюсь, но ответ пока весьма жестко